всем привет друзья вы на канале контрольная рыбалка меня зовут юлия если вы не со мной обязательно подписывайтесь ставьте лайки оставлять комментарии конечно следите за обновлениями сто процентов кого-то вытягивали когда-то здесь сто процентов кто-то застревал дальше здесь по полю мы тоже не объедем свое место поэтому здесь разворачиваемся и жизнь нас научила дальше чем нужно не ехать точка где река втекает в вилейское водохранилище как видите все довольно сильно подтоплено я нахожусь в интересном месте не сразу получилось сюда проехать но дорога в принципе нормальная сейчас начинается дождь у меня с собой палатка шатер и я его обязательно сейчас поставлю для таких коротких рыбалок друзья нужен хайшатер который быстро раскладывается как зонт конечно уже забыла о том какой он обалденно классный обалденно большой у него везде москитные сетки у него два входа и один из них сейчас как навесной ну такой потолок то есть можно не сидеть палатки а можно спокойно выйти класс да ну и вот так вот ребят выглядит палатка внутри и во всех других палатках лотос здесь все элементы растяжки находятся прям в кармашках на самой палатке вот здесь вот внутри есть светоотражающие элементы этот опарыш мне муж купил этот мотыль мне муж купил и червя он мне тоже купил конечно сейчас будем замешивать корм первым делом пойдем наберем водички чуть-чуть наберу полную погнали транс погнали сюда для замеса корма воспользуюсь вот таким вот сиропом р.с. что ты делаешь расскажи давай давай интервью что ты делаешь рассказывай копаешь ты что офигел ты копаешь кто-то там спрашивал про кормушку кормушка пластиковая всплывает легко сюда можно добавлять животный компонент он медленнее вылезает отсюда чем из опарыш допустим живой чем мы с кормушек другого вида такой кормушки гораздо дальше дальность полета чем у любой другой почему потому что она имеет специфическую форму специфическом месте у нее расположен груз в короче мне нравится мне когда-то якубович показала такую я у меня всегда такие теперь есть а а а а а а а а а и а а нашла точку на расстоянии 60 оборотов катушки закормила туда 10 кормушек своих этих дюза по 50 грамм все собираюсь сейчас начинать ловить крючок у меня уже завязан крючок у меня совсем маленький 16 или даже 18 номера я уже где-то потеряла потом у короче есть сработать я покажу поводок поставила 01 абсолютно прошло два часа 1035 клёво пока нет ничего не обсасывает дождь еще идет я приняла решение друзья переехать у меня с собой есть фининг ну чё сидеть ждать с моря погоды так сказать да не хочет клевать значит рыба еще не пошла вода очень холодная нужно будет поискать ее на реке нос красный сегодня у меня кстати накрашенные реснички по такому лесу уже красивому сосновому опа но радость знаете что правда друзья что нету луж . доехали на реку увидел нас какой-то чел на этом на мотоцикле и сразу дал дёру сейчас какой-то чел вон на какой-то штуки проезжает здесь машиной было перекрытый проезд здравствуйте да клюет вас или нет нет как хорошо когда с собой есть кофеёсик чай газовая плиточка отличненько с костерком конечно можно было бы у меня кстати друзья турбопечка появилась ну дождь шоу поэтому сегодня ей не будем пользоваться в следующий раз обязательно попробуем ух какая красота вот такая вот красота а который годится для джига длина у него двести тридцать двадцать девять сантиметров пять двадцать один грамм поставила вот такую вот приманочку Думаю, если окунёк какой-нибудь, а может судачок или что-нибудь, то возьмёт. Попробую, пройдусь вниз по течению. Так, конечно, прикольно. Дикие такие. Рады, что людей нет. И у меня сейчас такое интересное место в рагоне стояло. А ещё хочу показать вам, что здесь натворил лютый Блобер. Посмотрите, что натворил. Обалдеть! Вот это чудо. Чудо, да? Животинка, а? Ну, посмотрите. Интересное место. Там вот дольше трава. В этом же кучке травы может быть рыба, я знаю. Здесь вообще начало поворота от него. Углубление прям под берегом такое интересное. Так как место считала перспективным для стоянки какой-нибудь хищной рыбы, типа окуня, допустим, то я думаю, что можно побросать здесь ещё каким-нибудь воблерком. Попробуем вот этот. Как думаете, судак, окунь? Углубление прям под берегом. Парочка крайних местечек. Со спиннингом надо возвращаться в лагерь, готовить, кушать. Горячие крылышки, которые я вчера замариновала. Правда, готовить мы их будем не на углях, а просто на сковороде поджарим, потому что угли не брали с собой, да и прицепа с собой тоже нет. Сейчас говорят, что одна не боится, но вот сейчас я гуляю одна. И я могу вам сказать, что главное, ни на какого медведюка не напороться. Хотя я даже не знаю, что хуже медведюка или человек. Медведюк, так если меня услышит, должен убежать, наверное. Здесь у нас яма, и вот на самом деле мне кажется, что здесь было даже интересно половить насилие. Я наконец-таки зацепилась, оборвалась, и это значит, что пора идти в лагерь. Разведка, как говорится, бывает только боем. Проехали и водохранилище сегодня, и реку, это прекрасно. На водохранилище тоже еще рановато. Ну, что поделаешь. Сезон только начинается. Холодно еще, ребят. Пыталась сделать вкусный ужин, чтобы с пользой, так сказать, провести время на этой рыбалке. Так, Рамс, идем моя. Перезаю кабачок. Собой, ребят, у меня вкусная курочка. О, такая вот красота. С майонезом, специи. Там написано была какая-то там румяная курочка. И соль. Гарнир готов. Буквально 10-15 минут, и гарнир готов. Курица приготовится приблизительно, я думаю, за то же самое время. На федора тоже ничего не подошло. Ну, как вот бывает. Сейчас попробую курочку. Готова ли она? Да, ребят, готова. Можно вот висать. Огонь. И такое тоже бывает, особенно весной, переходный, вот этот период. Ну, что сидеть дома, правильно? Вкусно. Очень. Кажется, троху пересолила, но все равно. Вот такие вот дела. Вот столько костей. И, конечно, собакам кости нельзя. Продолжение следует. Ребят, глядите, рак. Рак. Видите? Вы видите его, ребята? Ребят, была поклевочка первая. Это хорошо. В прикормку добавляю черную, РС, лещовую по холодной воде, кукурузу. И чуть-чуть у меня там опарыши залетает. Сейчас на крючке стоит один опарыш и парочка мотылей. Увидела, ребята, поклевочку. Сейчас посмотрим, что у нас тут идет. Что у нас тут идет? И у нас тут идет... Опа! Густерка. Или это под дещик? Ребят, была еще одна поклевочка. Надо проверять. Ждать? Вкусняшки? Есть, ребят, наконец-то. Рыба. С дальней дистанции у меня, ребятки. Рыбка. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, может... Ну, точно не ёрш. Это густерка какая-нибудь. Или подлещик. Густера-густера равна. Вот такая красота, ребят. Вот такая красота. Оп. Еще одна, ребят, рыбка. Еще одна. Еще, 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 еще. Опа! Красота какая! А? Красотка какая-то, посмотрите. Эх. Нет, это рыбина. Это рыбина, я понимаю. Такая. Это трофей побольше, блин, поэтому как-то... О, ребят, какая красота ещё и плыла. Это кто у нас? Самое интересное, что рыба достаточно активная. Рыба, ребят, достаточно активная. Заброшу сейчас корм без котрези для животных компонентов. Вон она, видишь? Вон она бежит. Ты видишь её, да? Брат, даже не чувствовала ни поклёвки, ничего. Бросила ниже по течению, без корпа, без ничего. Вот, вот, пожалуйста, идёт рыбка. 100%. Прикиньте, вот она просто боится кормового пятна. Получается, что лучше одним фидером кормить, а вторым фидером ловить. Можно так сказать. И это снова густера. Причём, ну, хорошая же густера, ё-моё. Смотрите, какая-то. Ну, ладно. Такая красота, ребят. Отхожу от моста. Здесь что-то под мостом торчидок. Я решила подальше от этого местечка отойти. И кто тут у меня такой наглый? Опа. Ещё одна густера, видите? Эта крохи побольше, блин, поэтому как-то... Опа. Возьму её на абордаж. Опа. Во. Видите? Там хищник. Там хищник 100%, который, видите, её покусал вот здесь. И здесь. И плевёт одна густерка. Вот такая. Красота. Красота. Тороплюсь вам сообщить, что наконец-таки я реабилитировалась. На точку я ушла. На дальнюю. На дальнее расстояние для того, чтобы ловить вместе, на одной дистанции со всеми, кто здесь сидит выше по течению. Хе-хе-хе. Неплохая густерка. Я периодически добрасываю корм. Но учитывая то, что рядом сидит оператор и тоже ловит на фидер, я думаю, что мне не стоит корма много бросать. Иначе она уйдёт ещё ниже по течению. А нам нужно её что делать? Ловить. Я могу сказать, это говорит, наверное, о том, что рыбка потихонечку просыпается, начинает больше проявлять активность. Но такие рыбалки очень трудовые. Очень. О! 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 Ой, и ка-цена. Спасибо. Есть, ребят, рыбка. Нет. Есть, ребят, рыбка. И снова без... снова ребята я даже корням просто перестала бросать чтобы у меня она на точке было еще на периодически теперь у меня на точке покрывают именно вот эту губина здесь около пяти метров и вот красный опарыш красный опарыш и рыба уже не такая холодная как была ребят что такое будто побольше сейчас посмотрим блин не успела достать спиннинг ну да что-то такое бойкое прям густера хорошо сопротивляется обычно главное не дать ей сейчас что там за рыба такая ё-моё ё-моё что это там такое опа щас кто это там блин ёшкин матрёшкин какая хорошая густерень а посмотрите все сошла ребят пошла поклевка ребят сейчас вот было дернуло у меня здесь стоит опарыш красный и пучок мотыля поэтому так легко содрать его не получится и я подожду еще пока дернет еще одна трехи пошла погуляла вернулась у себя рыбка на точке тоже стоит так вот на красного парыша ребят поклевывает вот она красная парыша с мотылям парик ты об за несколько часов поймала вот столько густеры я в принципе на месте не сидела еще походила со спиннингом но даже мне удалось поймать вот такую вот рыбу абсолютно не напрягаясь друзья я очень довольна что совершил можно сказать так и матч реванша за те выходные за тот выходной который у меня был воскресенье и я хоть чуть-чуть рыбки подержала в руках если вам нравятся такие видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставлять комментарии конечно следите за обновлениями всем не хвоста не чешуи пока рыбу сосиповического водохранилища я не ем поэтому всю эту малышню все вот эту прекрасную рыбу я конечно отпускаю ничего нет ну-ка хоть обожрала блин ради проличия ни хрена